Алло. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Олегович, я могу услышать? А кто это я? Звонок из департамента по работе за должностью промсвязь банк. Меня зовут Светлана Юрьевна, это вы, да, Владимир? Не расслышал фамилию. Моя фамилия? Ну, конечно, я свою-то знаю. А, на сайте Светлана Юрьевна. Опять не расслышал. Представляете, простите, повторите еще раз и все. Мнадца коня, Светлана Юрьевна. Хорошо, Светлана Юрьевна. Не очень все равно расслышал, но больше мучить вас не буду. Слушаю вас. Это я. Владимир Александрович, значит, смотрите, у вас по предодобренному кредиту долг в размере 17 473 рубля, 59 дней вы нарушаете уже. Скажите, вы нашли вариант решения вопроса по оплате? Ну, пока не нашел. Не нашли, да? А что вам мешает найти вариант решения? Трудные жизненные обстоятельства финансовые. И что вы предпринимаете, чтобы решить ситуацию вашу трудную, финансовую? Еще, конечно, еще способы увеличения своих доходов. То есть вы работаете, да? Зарплату вы получаете? Я работаю. Помимо работы, я еще планирую дополнительные заработки иметь. Потому что сводить с концы с концами, конечно, за это лето очень надоело. Хочется жить богато. А скажите, семья у вас есть, да? То есть супруга? Не могу вам отвечать на такие вопросы. Это уже личное, так сказать, дело мое. Я же не могу с посторонними свою личную жизнь обсуждать. Вы просто. Владимир Владимирович, я поняла. Это один вопрос. А касательно моей семьи совсем другое дело. Хотелось бы понять, на какие доходы вы живете? То есть если у вас есть семья, то у вас... Но вы же не будете отвечать на подобные вопросы. Я не стану. Тогда я не на вашем месте, Владимир Александрович. А вы не окажетесь никогда? Вам вообще уже в шутбе не положено быть хотя бы на месте, похожем на мое. Могу бить, почему? Потому что я никогда в жизни, например, не стал бы работать в том месте, где вы работаете. Я считаю, что это неблагодарное занятие. То есть это ваше личное мнение? А скажите... Личность вас все унижает и не уважает. Ну, это ваше сугубо личное мнение, Владимир Александрович. Любая работа хороша. Нет, не любая работа хороша. Как это любая работа хороша? В вашем случае любая работа хороша. Кто-то едет в запрещенную организацию в России. И славянское государство тоже на заработки. И вы хотите сказать, что эта работа хороша, голову отрезать мирным жителям и убивать? Вы знаете, что там... Это незаконно. О незаконных заработках мы не говорим еще. Нет, вы говорите о любой работе. Да вы говорите о любой работе. Но вы так понимаете. Вы так трактуете мои слова. Вы их как угодно можете трактовать. Любой, это значит вообще любой. Это не какие-то... Это ваша... Да, блядь. Мы же по-русски разговариваем. Простите, как... Владимир Рыжев. Светлана Юрьевна, Владимир Рыжев, да. На сегодняшний день у нас договор передан для подготовки к передаче уже в группу розысков. Передан для подготовки к передаче. О, блин, это что за такой полушажок. Передан для подготовки к передаче. Передан, можно, кстати, еще раз ширить. Передан для подготовки к передаче. А, Владимир Рыжев, вы можете за мной даже записывать, если вам интересно. У вас записи ведется, а я своего согласия не даю на данную запись. Ой, пожалуйста, мне рассмешили просто... Ой, только я даже мадам немножко смутил своим громким смехом. Извините. Вы, пожалуйста, уж подготавливайте меня, когда у вас вот такие будут... Какие? Шуточки смешные. А, это не шутка. Я согласен, что я абсолютно не даю. У вас лицензии нет. Какие-то вы звоните мне, Светлана Юрьевна. Я вам звоню и согласен, вам не даю. Я сотрудник банка. У банка есть лицензии на замке разговора. У вас нет лицензии. Владимир Александрович. Во-первых, девушка, вы мне звоните, а не я вам. Это раз. Меня зовут Светлана Юрьевна. Вы для чего переспрашивали? Пять раз. Я не могу вас все время Светлана Юрьевна называть. Это слишком долго. Так а почему вы переспрашивали меня по пять раз? Ну, я вашу фамилию переспрашивал пять раз, а не имя очень. И нет. Вы расставите проблемы, Владимир Александрович. Вы спрашивали, как меня зовут? Вы сейчас хотите меня что, задеть за личное? Я вас абсолютно не хочу никак задеть. Я хочу с вами вопрос решить, потому что к вам приедет сотрудник из группы розыска. И что вы тогда с этим будете делать? Ой, я сейчас пока вас не слышал, потому что смс-то читал. Владимир, приедет сотрудник по всем контактным адресам. Будет общаться и с вами, и с вашими родственниками, и даже с уходами. Понимаете, в чем дело? Просто в ухо получите все. Именно от самого спокойного. Если будете агрессию проявлять, вызовет участкового. По всем контактным адресам выезд будет оформлен. Вызовет участкового по всем контактным адресам. Выезд будет оформлен. Вы меня не досушиваете. Ну, я просто вот периодически устаю слушать. В случае проявления агрессии будет вызван участковый, Владимир Александрович. Случаем, разговаривая с умным, эрудированным и юридически грамотным человеком, тоже можете набраться хорошего опыта сейчас. Пользуйтесь случаем. Вы сейчас о себе говорите, да? Естественно, не о вас же. Ну, точнее, как я могу вам говорить про то, что вы говорите? Ну, хорошо, вы можете говорить о себе как угодно, Владимир Александрович. Это ваше личное мнение. Я только говорю, я знаю. Хорошо, это ваше личное мнение. Но понимаете, что ситуация усугубляется с каждым днем. Светлана Юрьевна, вы вот это про личное мнение, это ваше личное мнение. Вот лучше исключите из вашего лексикона. Я вас уверяю, у вас залог успеха даже в вашей чмошной работе будет идти наверх, когда вы исключите вот эти слова-паразиты. Это ваше личное мнение. Вы как хотите, так и думайте. Это все ерунда. Это не работает. Это работает с зашуганными людьми, а с нормальными, грамотными людьми эта херня не работает. Так, не выражайтесь, если вы конструктивный. Хочу. Ой, простите, кстати, Светлана Юрьевна, а можно я буду записывать? Доступьтесь к диалогу. Ой, закашлялся даже. Вы еще тут? Света. Света. Светочка. Ну, Света. А запись все еще идет. Всем пока. Продолжение следует...